Партнер проекта сайт manutd.one Сейчас обо всем поговорим подробно. Не забывайте пройти верификацию до конца, чтобы получить максимальный бонус. Процесс регистрации несложный, но он важен еще и для того, чтобы вы подходили к игре ответственно, а компания работала легально. Ну а я, соответственно, получал столь необходимую поддержку. Так что жмите по ссылке и получайте удовольствие от игры. Ребята, итак, настраиваемся с вами на сити. И, конечно же, не тянув, не теня, как правильно сказать, не оттягивая резину, а хрен знает, ребята, в комментариях напишите, как правильно тут с глаголом разобраться. В общем, какой стартовый состав я планирую на этот матч выставить, так сказать, на правах главного тренера Манчестер Юнайтен. Между прочим, в нашей последней игре против Сити, где мы сыграли 0-0, там был ромб, там был очень похожий состав. И вообще, как вы понимаете, исходя из нашего последнего матча, абсолютно волевого и чумового, как и все наши, в принципе, матчи последних месяцев, я не вижу для МЮ никакой другой схемы, кроме ромба. Я вообще в геометрии, я взял, я ворвался, понимаете, я ворвался, врываюсь в школы, изымаю учебники по геометрии и оттуда вычеркиваю все геометрические фигуры, кроме ромбов. Собственно говоря, только так, друзья, и объясню почему. Ну, как вы наверняка, если не матч смотрели, то наверняка смотрели обзор матча, где Сити вынес просто абсолютно Челси ногами вперед. Мне довелось посмотреть эту игру. Ну, там был просто проходной двор, причем именно центр поля, то есть миновали так, как будто его вообще и не было. То есть вот хренак, и игроки Сити уже в большинстве там раскатывают в штрафной или на подставах в штрафной. В общем, полностью, полностью пробегали и игнорировали таких людей, как, например, Голо Канте, таких славных, казалось бы, бойцов. Ну, здесь фокус не прокатит, дорогой Пеп, обращаюсь к тебе, потому что у нас есть Фред, Фреддинио. Вот, то есть именно опорная зона, таким игроком, конечно, Фред не будет играть там персонально против какой-нибудь Дебрюины, но будет за ним присматривать. Нужно насытить центр поля, ребята, обязательно и Фредом, и Скотти, и полем Погба, который тоже, мы понимаем, насколько хорош в габаритах своих, тоже может помочь в, собственно, в отборе. Даже не сомневайтесь, ребята, в этом. Ну, и у поля Погба, естественно, есть такое преимущество большое, потому что когда Сити, например, захочет большим числом нас поатаковать, у Погбы есть дальний пасек, которым он может снабдить, например, убегающего Марсиаля или Решарда. Так что здесь вы спросите у меня, почему, например, Телес, ну, просто по принципу ротации, потому что в последнем матче играл Люкшоу. Ну, и, ну, я долго думал, на самом деле, выпустить ли он Хендерсона, ну, знаете, нет, ну, не тот момент. Не тот момент у нас будет скоро игра в Кубке Англии, да, там 1-32 финал, там вот, там можно как раз уже конкретно дать чувакам отдохнуть и выпустить Хендерсона. Ну, что касается бои, здесь вообще комментировать, мне кажется, совершенно излишне. Бои провел просто, просто феноменальный матч, произвел на нас, ребята, колоссальное впечатление. Если честно, давненько вообще крайний защитник, да, давненько так не впечатлял своей игрой, как бои против Остангилы. Вот так что, конечно, Ленделёфу мы желаем скорейшего выздоровления, но очень-очень мы все рады за Эрика. Он показывает то, в принципе, зачем вы его покупали и те вот свои первые, помните, первые месяцы при Мауринео, когда он получил от нас прозвище Зверюга и вообще проявлял все свои лучшие атлетические качества. В общем, он быстрый, он... у него есть куча плюсов. Бывает, что он занимается какой-то откровенной хнёй на поле, такое тоже у него, какие-то бывают затыки у него чисто интеллектуальные, когда он начинает там руки вдруг выставлять, ну, что-то такое. Но как защитник, в общем, ребята, бои просто сумасшедшие, и я думаю, что игра против Сити должна стать таким прям для него, таким новым этапом, да, в его укреплении, ребят, в стартовом составе. По поводу, по поводу, хочу сказать, регламента, если вы вдруг не в курсе, потому что в прошлом году, когда мы играли на этой же стадии против Манчестер Сити, там было двухматчевое противостояние, и там, собственно, мы дома проиграли 1-3, в ответной игре мы выиграли 1-0, и, ну, и, собственно, вылетели. Сейчас из-за коронавирусной всей этой темы полуфинал будет, ребят, проходить, составить всего из одного матча, всего один матч, и если он основное время закончится в ничью, то это там будет сначала дополнительное, в общем, все будет по классике, сначала будет дополнительное время, потом будет случая серия пенальти. Вот. Ну и, собственно, прежде чем мы двинемся дальше, ребят, я бы хотел вам порекомендовать очень крутую, ребят, онлайн-игру, которая называется Football Team. Здесь играют только реальные люди, никаких ботов, процесс регистрации, причем здесь совершенно элементарный, то есть, например, там через ВКонтактик, тот же самый, вообще в один клик все делается практически. Куча интересных всяких возможностей, я их потихоньку исследую, ребят, и если вы хотите составить мне компанию, что я вам настоятельно рекомендую, то переходите по ссылке в описании, и там же вам будет предоставлено 200 очков энергии к старту, так что играйте, ребят, вместе со мной в Football Team. Ну что, продолжаем обсуждать нашу предстоящую игру против Manchester City. Очень интересно будет ваше мнение, ребят, услышать в комментариях, насколько мощнее нужно выставить состав, потому что для меня это совершенно очевидно. Я настроен на победу в Кубке Английской Лиги, в полуфинале, значит, хочется грохнуть City, хочется, чтобы в финал, в параллельном полуфинале, там, Тоттенхэм играет с Брэндфордом, конечно, конечно же, хочется Тоттенхэм и Мауриньо в финале видеть, то есть, ну, получить просто, ребят, крутые эмоции, получить там первую какую-нибудь награду, приз Сульшеру будет очень классно, первый кубок над головой поднять, это совершенно очевидные вещи, мы тысячу раз обсуждали, насколько это круто и приятно, и вообще футбол, он весь сводится к тому, чтобы выигрывать, завоевывать трофеи, и нет такого понятия, как бросить все силы куда-то и наплевать там на что-то, то есть, можно где-то экономить силы, но если ты уже в полуфинале, черт побери, о чем может быть речь? Вот, конечно, ребят, нам, мы все с вами перевозбуждены после поражения Ливерпуля от Саутгемптона, и все только и мысли о том, как если мы, значит, свой матч выиграем в премьер-лиге против Бернли, который, который вот буквально скоро будет 12-го числа, что мы, значит, выйдем на первую строчку в турнире таблицы, даже страшно, даже трепетно, когда об этом говоришь, даже что-то, где-то что-то начинает, какие-то сухожилия начинают подрагивать, настолько возбуждает сама мысль об этом, но, ребят, вполне, вполне реальная тема, но исходя из этого, совершенно, совершенно не стоит как-то пренебрегать, например, этим матчем, потому что до игры с Бернли, да, у нас еще вот та самая, ребят, игра против Уотфорда 9-го числа, 30, 1-30 нахрен, вторая кубка Англии, где, где, ну, где надо выпускать вообще всех, и если успеет, например, Амат Диало, который там в Риме, вы знаете, что он там уже оформляет свой паспорт, и вот-вот скоро приедет Манчестер, может быть, он успеет, ну, осталось совсем мало времени, конечно, но теоретически, да, то есть того же Пилистре можно там заиграть, максимально дать всем отдохнуть, и уже к 12-му числу, то есть это между игрой Сити и игрой против Бернли, да, 6 дней разницы, ну, то есть конкретно, ребят, можно всем восстановиться прекрасно и дать мощный-мощный бой, ну, представьте, вот начало года, и какой буст будет нашим пацанам сейчас обыграть Сити, это же обыграть Сити, это же выйти в финал, да, в прошлом сезоне мы во всех турнирах на стадии полуфинала спотыкались, и сейчас вот, ну, это даст дополнительный импульс психологический к тому, чтобы в премьер-лиге продолжать вот такой классный ход, вот, вы просто не назовете мне ни одной причины, ни одной, вот вам конкурс в комментарии, назовите хотя бы одну чертову причину, да, почему мы должны как-то спустя рукава подойти к матчу, не знаю, там, с Сити и выставить здесь, дать кому-то конкретно так капитально отдохнуть. Также, ребят, вы понимаете, что у нас одна из, одна из приятных последних новостей, тоже не могу это обойти стороной, это появление вот этого человека, Даррона Флетчера у нас в тренерском штабе, что говорит о многих вещах, говорит о том, что Сульшер все больше укрепляется, укрепляет свои позиции, что, значит, вот он в тренерский штаб приходят люди, которых он хочет видеть, потому что вряд ли наличие Флетчера это инициатива, я не знаю, кого-нибудь там, Вудворда или какого-нибудь Глэйзера, понятно, что Сульшер своего старого друга к себе позвал на подмогу, это очень приятно. Уже не говоря о том, насколько приятно старину Флетчера будет видеть на матчах, его вовлеченность вообще в команду, то есть у нас и Карик, да, и Флетчер, я не знаю, какая точно роль у Флетчера будет здесь, он уже, собственно, та фоточка, фоточка, которую вы видите, она с первой тренировочной сессии, то есть, собственно, уже в подготовке к матчу против Сити он принял участие в тренировочном процессе, не знаю, за что именно он будет отвечать, но в любом случае его присутствие в команде, это колоссальный плюс, и нам, нашим молодым пацанам, это всегда перед ними будет маячить живая, ну, легендой, сложно, наверное, назвать Флетчера, если прямо, ну, слово легенда, понятно, что она обесценена в футболе, но, ну, так, я даже не знаю, какой точно именно подобрать эпитет, в общем, старину Флетчера мы все очень любим, мы все помним его, он был трудяга-работяга, у него были проблемы со здоровьем, не как-то вот его футбольная карьера завершилась, но многие недолюбливали за то, что это якобы он там протеже Фергюсона, что типа шотландец, все это хрень собачья, вот, пожалуйста, вот вам Флетч теперь рядом будет стоять, рядом с Ульшером, в общем, капитально, капитально рад, ребят, я этому событию. Ну что, друзья, только на позитиве мы, в премьер-лиге мы можем через неделю оказаться на первой строчке и к середине, значит, к экватору чемпионата подойти в качестве лидера, что вообще беспрецедентная тема, как вторая половина пройдет, никто не знает, но мы настроены на то, чтобы укрепиться, по поводу трансферов тоже, ребят, не могу вам не сказать, начну из последнего, что есть в Твиттере Фабрицио Романо, там прошли служки по поводу того, что Маркуса Роха заинтересована Бока Хуниверс, и Фабрицио написал, что Манчестер Рюнайт не получил никакого официального запроса, значит, от Бока Хуниверс по поводу Роха, и he can leave the club, если он покинет клуб, если поступит серьезное предложение. Вот, а что касается Моиса Кайсета, которому я недавно посвятил выпуск, то его сделка по нему находится все еще на том же месте, идут переговоры, значит, с клубом и с агентом, и, значит, здесь пока все утыкается в разрешении на работу в Великобритании, и пока еще ничего не сделано и не подписанно, пишет Фабрицио. Ну, Кайсета мы, собственно говоря, ждем, ребят. По поводу, кстати, по поводу Санчо тоже писал, Фабрицио, ну, по поводу Санчо он написал то, что получил подтверждение, что на самом деле, говорит, в прошлом летом Санчо был готов перейти в МЮ, вот, и зимой не рассматривается сейчас переход Санчо к нам в это зимнее трансферное окно, ну, а летом Манчестер Рюнайтед снова включится в борьбу за Санчо, и наши нервные, ребята, окончания снова будут сгорать, и бесконечно, значит, мы будем все это дело переживать и ждать, естественно, перехода к нам Джейдона Санчо. Ну, что, ребят, давайте с вами настраиваться на Сити, сумасшедший будет матч, вы не забывайте, конечно же, про наших друзей, это manutd.van, не забывайте про наши социальные сети, они, все ссылочки внизу вы знаете в описании, ребята, подписывайтесь, ставьте лайки, и никогда не отчаясь, потому что мы, сука, Юнайтед, с вами был Миша, пока-пока. Потому что мы Юнайтед, потому что мы Юнайтед, потому что мы Юнайтед, мы Юнайтед навсегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова